Приветствую всех любителей бильярда. Сегодня мы поговорим о такой важной теме как клапштос. Что это за техника удара? Какая у нее физика? Как его сыгрывать? Для чего он нужен? И какие упражнения можно использовать для его тренировки? Поможет мне в этом и мастер Онищенко, который мне любезно предоставил магазин Бильярд Групп. С его помощью мне будет проще и удобнее сыгрывать прицельные шары на клапштосе. Итак, поехали. Клапштос это удар, при котором биток после ударения с прицельным шаром остается на месте. Происходит это за счет скольжения битка по сукну, когда тренинг не оказывает максимальное влияние на биток. И он не переходит стадию наката, он просто не успевает, так как уже происходит соударение с прицельным шаром. Плюс он передает сразу всю свою энергию прицельному шару, за счет чего и происходит остановка. Во время ударно-махового движения, когда уже происходит контакт наклейки с битком, кей должен располагаться в параллельной игровой поверхности стола. Удар наносится чуть ниже центра на пол диаметра наклейки. Если вы хотите нанести удар в центр, а расстояние между шарами больше 25 сантиметров, то за счет силы трения биток перейдет в квазу наката и после соударения с прицельным шаром по инерции пойдет дальше. Рассмотрим это на примере. Я наношу удар сейчас в центр битка. Как видите, сработала сила трения и шар по инерции прошел вперед. Если прицельный шар находится на расстоянии больше 50 сантиметров от битка, то вам необходимо сместить точку прицеливания от центра битка на целую наклейку. Если же прицельный шар находится у дальней угловой лузы, то вам нужно сместить точку прицеливания еще ниже. Я выбираю точку на битке ниже центра на наклейку. Итак, обратите внимание, расстояние между прицельным шаром и битком достаточно большое. Здесь мы должны как минимум 2,5-2 наклейки бить ниже центра. Технику удара клапштос осваивают на самом начальном этапе спортсмены-биллиардисты. Эта техника является фундаментальной основой, а на ее базе уже тренируют другие техники – оттяжку, накат. Для чего нужен клапштос? Для того, чтобы сделать, например, выход, после забития прицельного шара оставить биток на месте для продолжения серии. После того, как мы оставили биток, мы продолжаем серию и делаем, например, выход в правую угловую лузу. Например, нам нужно сделать отыгрыш. Перевести прицельный шар на противоположную сторону стола, а биток оставить на месте. Главное условие – ставьте прямые пары шаров без резки. Расстояние прицельного шара от луза выбирайте сами, так же, как расстояние между прицельным шаром и битком. Обратите внимание, какой четкий и приятный звук при контакте киа с битком. Дело в том, что киемастер Анищенко имеет 35 запилок, где белый граб сочетается с черным, и при этом они гармонично интегрированы в слои древесины БКТ, превосходящие по плотности граб примерно в полтора раза. За счет такой пружины идет компенсация от ударной вибрации и передачи битку импульса силы без потерь, что хорошо заметно на плотных ударах. Плюс, сочетание длины и веса киа, на мой взгляд, подойдут многим игрокам, как по росту, так и по длине руки. Ведь так как баланс киа 45 см, он практически идеально подходит для сыгрывания чужих шаров, но главное – это ощущение, которое передается кием в момент соударения. Благодаря ему складывается четкое понимание контакта, что в свою очередь помогает лучше понять, с какой силой нужно наносить следующий удар. Клапшторс получится только на прямых парах без резки. Удар наносится ниже центра. Чем больше расстояние между шарами, тем ниже выбор точки на битке. Кей-мастер Онищенко позволяет без проблем забивать прямые шары вообще не напрягаясь. В момент контакта с битком кей быстро поглощает вибрацию и сразу передает ее обратно шару. Ни гула, неощутимой тряски. Кей удобно лежит в руке, легко скользит, фактура приятна глазу. Отличный инструмент от мастера Онищенко. Обращайтесь в магазин Бильярд Групп и сами проверьте свои ощущения. Ведь в шоуруме есть прекрасный бильярдный стол от фабрики Старт и широкий ассортимент бильярдных аксессуаров. А если вы хотите освоить технику бильярдной игры, я могу вам в этом помочь. Обучение проходит в Санкт-Петербурге. А теперь всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok